Футбольный чемпионат и строительство жилья Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона и подготовку к проведению матча Чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, речь шла о строительстве стадиона и всей необходимой инфраструктуры. Николай Меркушкин рассказал о том, как в регионе выполняются указы президента, связанные с повышением зарплаты работников в бюджетной сфере, а также о реализации программ обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов, переселения из ветхого и аварийного жилья. По объемам строительства Самарской области одна из лидеров в стране. Также на встрече говорили о том, как воплощается в жизнь федеральный план по подготовке к проведению 50-летия выпуска первого автомобиля в Тольятти. И на фасадах многоэтажек напишут эти имена. В областной прокуратуре поручили разместить на жилых домах информацию с фамилиями и номерами телефонов тех людей, что отвечают за чистку крыши и прилегающие территории от снега. Таким образом, жители будут знать, кому именно позвонить, чтобы уборку организовали немедленно. Информация должна быть размещена в течение недели на видном месте, на специальных стендах для объявлений, на подъездах или в лифтах. Сегодня об этом сообщили всем управляющим компаниям и районным администрациям на общегородском совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Районы берем на контроль, собираем информацию с подтверждающими непосредственно документами и предоставляем прокуратуру. Килограмм героина пыталась провести в машине жительница Новокуйбышевска. Наркокурьеры задержали сотрудники ДПС в Волжском районе. Около села Дубовый мед. Инспекторы остановили машину за небольшое нарушение правил дорожного движения. Женщину-водитель подозрений не вызвала, а вот пассажирка выглядела нетрезвой. Поведение гражданки меня немного смутило, так как она вела себя нервно, возбужденно, постоянно оглядывалась. Тогда я принял решение вызвать следственную оперативную группу. У наркокурьера обнаружили пояс с привязанными полиэтиленовыми пакетами, в которых находился героин. Сама женщина также находилась под действием наркотиков и раньше привлекалась к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ. Полицейские обыскали квартиру, нарушительницы обнаружили больше 4 килограммов героина. Наркокурьера арестовали, ей грозит тюремное заключение. Хотела закрыть дело и сама попала под статью. В Самаре задержали женщину, которая пыталась дать взятку сотруднику правоохранительных органов. Таким образом, она хотела спасти своего родственника от уголовного преследования за распространение наркотиков. Для этого женщина не пожалела 200 тысяч рублей. Таков размер взятки. Сейчас нарушительница закона сама находится под следствием. Ее обвиняют по 291 статье Уголовного кодекса. В лучшем случае, женщина делается штрафом или ее отправят на принудительные работы. Далее коротко о других событиях дня. Самосвал МАЗ повис на мосту. ДТП случилось на дороге Самара-Чапаевск. Как сообщили очевидцы, водитель самосвала не справился с рулевым управлением и допустил занос машины. Она пробила задней частью ограждения моста и повисла над обрывом. Водитель остался жив. Тяжелая машина чудом сохранила равновесие и не упала вниз. В окрестностях Тольятти под лед ушли два снегохода. Один инцидент произошел в районе села Хрящевка Ставропольского района. Снегоход провалился примерно в 20 метрах от берега. Водитель не пострадал. Второй случай был зарегистрирован на Волге, неподалеку от горы Лепешка. В этом случае тоже все остались живы и даже удалось вытащить транспортные средства из воды. По словам спасателей, сейчас лед на водоемах нестабильный. Водителей просят воздержаться от выезда на него. Самарцы просят наказать владелицу зоогостиницы, в которой погибли 40 кошек и собак. Заведение, находившееся в частном доме на улице Омской, сгорело 17 февраля. Сразу же после пожара в группах социальной сети появилось множество постов, авторы которых критиковали хозяйку зоогостиницы Елену Бородину за условия содержания животных. Сейчас самарцы требуют привлечь ее к уголовной ответственности. Самарцы стали реже жениться. За год количество браков сократилось почти на 16,5%. Правда, есть и положительные тенденции. Количество разводов тоже уменьшилось. В 2016 году брак расторгли чуть более 14 тысяч пар, что на 154 меньше, чем за предыдущий период. В целом сейчас в регионе на каждую тысячу пар приходится 653 распавшихся. Напомним, что чаще всего жители региона женятся в возрасте от 25 до 34 лет. Причем довольно многие жители региона выбирают пару иностранцев. Наибольшей популярностью пользуются представители Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. 189. В музее имени Алабина состоится бал «Зеркало для красавицы». Он запланирован на 3 марта. Участники студии исторического танца научат посетителей танцевать полонез, вальс, марш и польку. Также гостей мероприятия познакомятся с новыми бального этикета. Барышни узнают о содержимом бальной сумочки и овладеют искусством использования веера. А кавалеры будут учиться носить цилиндр, выполнять поклон и делать комплименты дамам. Кроме того, запланирована экскурсия по залам музея. Самые сильные, деловые и прекрасные в Самаре наградили участниц акции «Женщина Самарской области». 80 номинанток из всех городов и районов региона получили награды в самых разных сферах. Наука, образование, здравоохранение, культура, общественная деятельность. Также поощрили ветеранов женского движения основательниц Союза женщин Самарской области, которому исполняется 30 лет. В этом году Союз получил большую награду – памятную ленту к знамени «Самара, город трудовой и боевой славы». Я уверена, что те задачи, которые мы с вами ставим, а это задачи прежде всего быть хозяевами своего родного города, своего родного района, своего родного двора, мы обязательно исполним. У нас в основном женщины работают. Это, как бы сказать, сопряженно. Эта работа, конечно, сложная. Выбор пал, и не жалею ни о чем, потому что помогаем людям встать на путь истинный, направляем их, и видим свои результаты. В Самаре пройдет второй благотворительный аукцион «Подари надежду». Благотворительность в городе становится традицией. Участие в подготовке к аукциону в этом году приняли дети с ограниченными возможностями здоровья. Репортаж Инессы Панченко. Это радость моя. Это смысл моей жизни. Смысл жизни Валентина Голубева чуть было не потеряла. Год назад единственному внуку поставили страшный диагноз – острый лимфобластный ликоз. Дальше, как в тумане, больница, капельница, химиотерапия. Врачи спасли мальчика, но болезнь не отступила. Каждую неделю бабушка возит Мишу на такси из Сызрани в Самару на лечение. Другие виды транспорта при таком заболевании невозможны. Семейный бюджет уже не справляется с расходами. Но Миша с бабушкой не теряют надежды. Сейчас мечтаю выздороветь. Пускай и медицинский. Ежегодно выделение онкогематологии в Самаре проходит лечение около тысячи детей. Чтобы помочь им и их родственникам справиться с болезнью, год назад в Самаре при поддержке администрации города прошел благотворительный аукцион «Подари надежду». На нем выставили работы, сделанные людьми с ограниченными возможностями здоровья. Все вырученные деньги были направлены в первую городскую детскую больницу на поддержку детей, страдающих онкологическими заболеваниями. В этом году данная традиция продолжена. Время добрых дел продолжается. 20 прекрасных работ к новому аукциону подготовили в этом году дети-инвалиды. Те, кто имеют основания обижаться на судьбу, сами хотят помогать другим. Наши семьи не всегда могут справиться в одиночку. Бывают трудности, когда помощь, поддержка и плечо другого человека очень важны. Каждый из жителей города может внести в копилку милосердия частичку своего добра. Второй благотворительный аукцион «Подари надежду» пройдет 1 марта в 16 часов в Театре Самарская площадь. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События. Битва умов любителей пошевелить мозгами сошлись в интеллектуальном поединке. На фестиваль по игре в шахматы шашки при Ферансе и Бриш собрались более 200 человек. В том числе и работники СМИ. В схватку интеллектуалов вступили сотрудники нашего телеканала. За игровой стол села Алина Чемерис. Шашки наиболее понятная и знакомая для всех игра. Я тоже решила принять участие в турнире. Мой оппонент ни больше ни меньше, международный гроссмейстер по шашкам, двукратный чемпион мира Олег Дашков. Ну что ж, пожелайте мне удачи. Партия закончилась, не успев начаться. 58 секунд, друзья. Я проиграла. Спасибо за партию. От знакомых с детства до малоизвестных. Бридж, преферанс, шашки, манджонг. Участники признаются, во время турнира действительно кипят мозги. На битве умов собрались более 200 человек. За игровыми столами напряженная борьба. Партии длятся 10 минут до нескольких часов. Игра Го – одна из самых распространенных среди любителей пошевелить мозгами. Игра черными и белыми камнями. И основная цель в этой игре – оградить как можно больше своей территории. Это игра в огораживание. В эту игру еще играли древние императоры. И для них это было очень символично. Они строили большое государство. Им надо было удерживать надежно свои границы. И в игре они тренировали свои навыки по управлению страной. Турнир по шахматам проходит при поддержке Самарского отделения Союза журналистов. Сделать ход конем решили и сотрудники СМИ. Интеллектуальную честь телеканала «Самаргиз» защищает Борис Кобзев. В турнире он занял четвертое место. Игра сложная, потому что здесь миллионы вариантов этой игры. И нужно постоянно делать просчет ходов на несколько вперед. Нужно обдумывать не только ходы, но и комбинации. Игра захватывающая. У судьи задача, конечно, следить за всем. Во-первых, чтобы все началось правильно и хорошо. И чтобы протекало. Потрогал фигуру, не сходил. Переключил, не пошел. Сделал невозможный ход. А все-таки мы должны соблюдать все эти правила. Ну, элементарные такие, как сыграл партия, не сообщил результат. Ну, тоже непорядок. Мы же сидим и ждем. Фестиваль интеллектуальных игр проходит в Самаре уже в 13-й раз. За эти годы в нем поучаствовали более 5000 человек. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. А вот о каких событиях расскажут наши корреспонденты в наших следующих выпусках. Пособие по бедности увеличится в три раза. На что еще могут рассчитывать пенсионеры и многодетные семьи. Выжить после катастрофы самарские спасатели соревнуются за звание лучших. Тюльпаны по весне считают, заключенные 10-й колонии собирают цветы к Международному женскому дню. На этом наш выпуск завершен. Всем удачи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова